Сразу в трех городах Казахстана снизилось качество воздуха. Это Шимкент, Актобея и Караганда. Как сообщают синоптики, накоплению загрязняющих веществ в атмосфере будут способствовать сочетанию слабого ветра, штиля и тумана. Между тем, воздух в квартире может быть еще вреднее, чем на улице. Пыль из вентиляции и яды, выделяемые мебелью, ведут к аллергии и онкозаболеваниям. Так утверждают экологи. Технический директор независимой экологической экспертизы в московской лаборатории Александр Кукса расскажет, как сделать воздух дома чище. Он уже на прямой связи. Александр, здравствуйте, я вас приветствую. Так правда ли, что воздух дома может быть грязнее, чем на улице? Какие факторы этому способствуют? Расскажите, пожалуйста. Ну, конечно, он может быть грязнее. Иногда бывает грязнее на порядке. То есть, допустим, даже человек покупает и специально ищет квартиру в каком-нибудь экологически чистом районе и потом говорит, вот у меня идеальный воздух дома. Но на самом деле он забывает, что воздух, вредные вещества могут выделяться в воздух помещения из мебели, из-за некачественных строительных или отделочных материалов. Это могут быть, например, причины из-за соседей, которые по системе вентиляции что-то попадает в квартиру этого жильца. Или, в конце концов, это может быть просто нерабочая система вентиляции, то есть приток свежего воздуха внутри квартиры просто отсутствует из-за неправильной работы системы вентиляции или из-за того, что он установил пластиковые окна и помещения не проветриваются. Так скажите, как правильно поддерживать чистоту воздуха дома? Для того, чтобы правильно поддержать чистоту воздуха дома, необходимо, во-первых, знать, что является источником запаха. То есть, если у вас, например, появился какой-то запах, то необходимо, понятное дело, провести химический анализ воздуха и уже по, например, списку веществ, которые дают превышение, предпринимать меры, предполагать, какие эти материалы могут быть источником. Если вы затеяли ремонт или смену всей мебели, то необходимо приобретать, во-первых, понятное дело, хорошего качества мебели, строительные материалы, то есть у проверенных продавцов. И стоит учитывать, что именитые бренды, они не только, скажем так, дают наценку к стоимости из-за того, что они у всех на слуху, но и то, что они все-таки больше отвечают за качество строительных материалов. Однако высокая цена не всегда является показателем высокого качества. Так, например, какие-нибудь дорогие лаки и краски, они могут иметь ограничения на применение. А люди, понятное дело, инструкции будут читать в последнюю очередь, когда уже будет что-то поздно предпринимать зачастую или слишком дорого. Также стоит относиться к системе вентиляции с должным вниманием, ее тоже настраивать и проверять ее работоспособность. И главное, что стоит знать, это все претензии к производителям даже необходимо делать в писемном виде. То есть если вы, например, купили шкаф и от него там пахнет неделю, полторы, две, это в принципе нормально. Но даже уже на этой стадии необходимо обратить внимание производителя, то, что у вас ощущается запах от новой мебели. И в таком случае вам потом будет проще доказать, даже если дело дойдет до суда, что по результатам экспертизы именно эта мебель является источником. Вы с самого начала это предупреждали. В таком случае можно с производителя возместить не только стоимость мебели, но и за ущерб здоровья. На нашей практике это встречается очень часто, как минимум раз в неделю, в две у нас есть такие спорные ситуации, которые доходят до суда. Александр, спасибо. Сейчас назову вашу фамилию правильно. На прямой связи был эколог Александр Кукса. Спасибо.